Всем привет, ребята! Вы на канале Собервижн. Прошло уже два года с момента создания природного фармикария. Я хочу подвести итоги, рассказать о своем опыте эксплуатации подобных систем в домашних условиях, рассказать про муравьев, про растения, ну и, конечно, про техническую составляющую природных фармикариев. Поехали! Собервижн влог! Нежданно-негаданно, но действительно прошло уже два года, а природный фармикарий все так же не изменился и выглядит просто отлично. Посмотрите на него. Он каждый день меняется, но каждый день он выглядит по-своему интересно. Много ли или мало два года? Я думаю, что уже достаточно, чтобы можно было подвести какие-то промежуточные или, может быть, даже и окончательные итоги и рассказать про природные фармикарии. О том, как мы создавали природный фармикарий, вы сможете посмотреть, щелкнув на подсказку в правом верхнем углу экрана. Какие же муравьев лучше всего заселять в природный фармикарий? Конечно, лучше всего заселить муравьев, которые не передвигаются по вертикальным поверхностям и семьи которых имеют наименьшие размеры. Я сюда заселил муравьев Адантамахус Баури. На мой взгляд, эти муравьи сюда идеально подходят. В таких условиях они могут максимально раскрыть свои все природные таланты, все свое поведение показать. И здесь им очень комфортно. Был лишь один период, когда я начал их закармливать, прям перекармливать, они очень сильно размножились, их здесь прям кишило. И вот тогда было как некомфортно им, потому что их было прям, ну вот везде, везде, везде было их очень много. Так и некомфортно мне было ухаживать за этим природным фармикарием в плане пострижки растений, в плане кормления, открытия верхней крышки и так далее. Поэтому, ребята, в природный фармикарий заселяем какие-то муравьи, которые имеют небольшие семьи, не передвигаются по вертикальным поверхностям. И в целом, если мы подберем сюда два вида, как я и пытался это сделать, подобрать сюда два вида муравьев, чтобы они сочетались. Одни более крупные, более агрессивные, другие мелкие, спокойные, которые будут падальщиками бегать, подбирать там за крупняшками, что они оставили, что не съели, ножку таракана утащат или еще что-то. Сюда я заселял лептотораксов, но, к сожалению, эти муравьи либо вымерли, либо они ушли на такую длительную зимовку, которую, я не знаю, уже столько времени муравьи не могут зимовать, либо их Адантамахусбаури все-таки уничтожили, или, может быть, просто я, ребята, их не вижу. Но, тем не менее, этих муравьев я достаточно давно уже не видел. Поэтому, скорее всего, эти муравьи все-таки погибли. Где же будут жить наши муравьи? Ребята, да в субстрате они будут жить. Муравьи, как и в природных условиях, смогут построить себе дом из естественных подручных материалов. Например, если это Адантамахусбаури, то они гнездятся под землей. Поэтому здесь они также построили в субстрате свое гнездо где-то непонятно где. Может быть, здесь где-то у них норка, может быть, вот здесь вот у них вход в их гнездо, может быть, вот здесь. Но то, что они прокопали полностью весь субстрат, это я не сомневаюсь. Здесь, не знаю, насколько будет хорошо видно. И сбоку видно, что есть у них ходы. В общем, муравьи сами смогут решить, где себе построить гнездо, как это сделать. Я думаю, что даже лучше, чем мы за них это придумаем. Здесь, как видите, у меня коряжки. Коряжки, я думаю, что должно быть обязательно в природном фармикарии, потому что и под корягами могут муравьи спокойно разместиться. Туда будет меньше попадать влаги, какие-то смогут более комфортные условия подобрать для себя. Поэтому я думаю, что коряги должны быть обязательно. И, конечно, ребята, эти муравьи абсолютно здесь все перекопали, как вы видите. Первоначальное расположение растений в целом, можно сказать, грубо, что сохранилось. Но капитальная часть этих растений была срезана и перенесена в какие-то другие места. Если вы помните, то на переднюю часть этого природного фармикария мы высаживали почвопокровную траву, кубу. Вы видите, что здесь абсолютно они сюда на переднюю часть выносят весь грунт, который они копают. От кубы здесь практически ничего не осталось, но в целом еще можно каких-то других краешках увидеть, что кубы все-таки есть. Но и также кубу, ребята, они перенесли повыше. Вот если мы сюда посмотрим, то видно здесь целая горка кубы. И вот здесь вот видна куба. То есть они растения разносят по своему усмотрению. В целом, что можно сказать по растениям? Растения лучше всего подбирать, конечно, суперкарликовые. Различные почвопокровки, какие-то плетущиеся растения. Здесь у меня растет фикус помила кверстифолия. Она сверху вот здесь вот. Здесь растет у меня силигинелла. Она у нас росла вот в этом краю. Но теперь она уже растет у меня и здесь, и вот здесь, и где-то еще наверху она была. То есть они ее переместили сами. Куски оторвали, перенесли. Посередине у меня стаурагин. Он, в принципе, также здесь и остался. Наверное, одна из немногих растений, которое глобально никуда не было перемещено. И что у меня еще? Красное растение, которое у меня здесь росло. Я его подстриг. Но в целом оно в том же углу и находится. Поэтому лучше какие-то подбирать карликовые виды растений. Почему карликовые виды растений? Потому что, ребята, вам растение придется стричь. Этот формикарий я подстригаю примерно раз в месяц. Стараюсь это делать и чаще для того, чтобы просто не запускать его, чтобы формикарий не превращался в джунгли. А если он превратится в джунгли, то это накладывает особые неудобства на подстрижку. Вам приходится открывать крышку. Растения все вываливаются вверх. Муравьи по дорожкам, как по лесенкам, спокойно перебираются. начинают выпрыгивать из формикария. И, в общем, этот процесс, процесс пострижки, он затрудняется. Вот в этом и заключается смысл того, чтобы подобрать сюда максимально низкие, невысокие, плетущиеся растения. Что касается, ребята, технической части. Этот природный формикарий сделал нас в аквариуме, размер которого 25 на 30 сантиметров. Сверху я модернизировал, самостоятельно изготовил крышку. Это уже второй вариант. Чтобы стекла не запотевали и чтобы происходил воздухообмен формикарий, сделано 7 отверстий. Переднее вот такое длинное. Потому что, когда у меня были здесь такие же маленькие, у меня переднее стекло формикария запотевало. Вот такое длинное не запотевает. И сбоку вот такие вот маленькие отверстия, которые закрыты сеточкой. И все это подклеено на термоклей. Такая крышка хорошо себя зарекомендовала. В целом, ребята, если мы будем сажать растения и устанавливать грунт на достаточном расстоянии от верхнего края, здесь у меня порядка 4 сантиметров. Не совсем удобно, желательно делать хотя бы минимум 10-15 сантиметров. Тогда растения хоть и будут подрастать, но вы спокойно можете открывать крышку, либо даже использовать такую крышку сразу, которой будут щели. Не надо будет думать ни на каких сеточках. И муравьи не смогут перебраться, вылезти из формикария и чтобы вы их по дому потом бегали весело с пинцетом собирали. Поэтому здесь у меня полностью она закрыта. Но если я бы делал в дальнейшем природный формикарий, я бы уже это предусмотрел и сделал бы уже расстояние от верхнего края земли до верхней части самой баночки побольше. И не нужно было бы делать настолько герметичную крышку. На две лампы акваэль 6-ти ватки, предназначенные специально для выращивания растений. Сзади они крепятся на акриловую пластину, которую я приклеил на специальный двухкомпонентный клей, потому что все остальные клеи здесь абсолютно ничего не держат. Плюс у меня еще и кот периодически прыгает на эти светильники. И все равно даже несмотря на такой жесткий крепеж, мне приходится периодически все-таки подклеивать эту пластину для того, чтобы она держалась на своем месте. Светильники зарекомендовали себя хорошо, под ними очень все хорошо растет, колосится. Я здесь все увлажняю где-то раз в неделю, не чаще, потому что у меня супер герметичная крышка. Вношу удобрения где-то раз в две недели, потому что чем чаще я вношу удобрения, тем быстрее растут растения. Соответственно и надо чаще ухаживать за формикарием и чаще его подстригать. Кормить, ребята, в таких условиях тоже очень-очень все удобно. Тараканов кидаем вниз, муравьи их подхватывают, раздирают, жалят, тащат свое гнездо. Сиропчик сахарный, пожалуйста, вот у меня здесь тарелочка стоит с остатками сиропа, муравьи там что-то пытаются доесть. То же самое, наливаем сиропик, все очень удобно и классно. Если мы хотим попробовать, чтобы муравьи у нас жили в том гнезде, в котором ходы будут прислонены к одной из стенок нашего природного формикария, и чтобы мы могли наблюдать за внутренней частью, можно попробовать заморочиться и это сделать. Здесь, я думаю, что подойдут больше какие-то древесные муравьи, которые будут заселяться именно в дерево, и можно будет прислонить дерево к боковой стенке, заселить туда муравьев, и тогда действительно они смогут там жить. Но, ребята, не факт, что они там будут жить, и столько вы постоянно не будете их там затенять, использовать какую-то красную пленку, либо какой-то другой материал, чтобы муравьи могли чувствовать себя там защищенные. Если они будут чувствовать себя там незащищенные, будет мешать внешние какие-то освещения, вибрации, они по-любому начнут рыть, 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 и в итоге все равно уйдут у вас в грунт, и вы их не увидите. Что можно отнести к минусам природного формикария? К минусам можно отнести то, что наблюдать за муравьями в гнезде, в таких условиях, это невозможно. И понять, какое сейчас состояние у семьи также не представляется возможным. Я могу сказать одно, что матка, скорее всего, жива, потому что у меня не появляются никакие крылатые особи, продолжают появляться рабочие. Рабочих много, если так вот внешне посмотреть, кажется, что рабочих мало, ребята, но только стоит произвести опрыскивание растений максимально из гнезда, как по команде выскакивает, ну, просто огромное количество муравьев, которые начинают бегать, искать, кто же потребожил их покой. Поэтому можно смело сказать, что с семьей и с маточкой все отлично. Ну, а из плюсов, ребята, я вам сказал, это просто неописуемая красота. Наблюдать за муравьями в таких условиях, ну, я не знаю, этого многого стоит. Это фактически настоящий живой уголок. Кусочек природы, который находится у вас на рабочем столе или, как у меня, вот здесь вот сверху на подставочке, это на самом деле, это вот просто кусочек леса, кусочек тропического леса. Вы взяли и поставили у себя на рабочий стол. Особенно, если это зима, то это вообще, когда лежит снег, а у вас здесь такая красота, все зеленое, все растет, цветет, ползают муравьи, питаются, добывают себе пищу. И это, наверное, один из самых интересных способов содержания муравьев в домашних условиях. Ну что, ребята, а на сегодня мы будем заканчивать. Надеюсь, такой влоговый формат вам тоже понравился. Этот формат занимает у меня меньше времени на подготовку и производство видео, поэтому и видео можно будет выпускать чаще. Если это действительно так, то обязательно поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий. Всем спасибо за просмотр и всем пока!